В России в начале 20 века были большие сложности с развитием плавания. Не хватало бассейнов, инструкторов, тренеров. Тем не менее, всегда были увлеченные сильные пловцы. Матрос Батумской спасательной станции Мамед-Беде совершил заплыв из Батуми в поте длиной в 57 километров. Мощный толчок в развитии плавания в Санкт-Петербурге и России дало создание Шуваловской школы плавания. Идея создания школы в местечке Шувалова принадлежала доктору медицины Владимиру Николаевичу Пскову. Он часто бывал в Швеции и видел хорошо организованную работу по обучению плаванию. И загадался мыслью создать в России школу еще лучше. Согласование заняло два года. В городской управе Санкт-Петербурга вынесли вердикт. Создание клубов самоубийц запретить. И все из-за 7-метровой вышки для прыжков в воду. Пскову удалось получить одобрение и средства по линии общества спасения на водах. И школа была создана. Звание магистра плавания, которое получали выпускники школы, давало возможность преподавать плавание по всей территории России. Серьезная организация обучения позволила Шуваловской школе стать методическим спортивным центром всей дореволюционной России. После появления этой школы в течение 4-х лет школы по организации спортивного плавания в летнее время начали появляться в Москве, Санкт-Петербурге, Риге, Киеве, Одессе и других городах. Во многих из них занятиями руководили как раз таки выпускники Шуваловской школы. В 1912 году на Олимпийском турнире в Стокгольме сборная России впервые приняла участие в соревнованиях по плаванию. Так как подготовка проходила в летний период и в открытых водоемах, сколько бы то ни было значимых результатов показать не удалось. Но сам факт участия в Олимпийских играх был большим прорывом для российского спорта. Редактор субтитров А.Семкин